Парадигмы программирования Почему тем странные и желотрепещущие, постараюсь объяснить. Скорее всего, большинство здесь присутствующих, а то и все, знают больше одного языка программирования, который как раз спроектирован в императивной парадигме. Про то, что это такое, мы поговорим чуть позже. Но идея как раз именно в том, что так или иначе, на интуитивном уровне мы все очень хорошо себя ощущаем, вот эти императивные законы, движущие обычным программистским инстинктом. Вот. И поэтому совершенно непонятно, о чем, собственно, рассказывать про вот эту вот интуитивно ощущаемую правду. Да, один из видов алгоритмических формализмов, которые, значит, у нас основаны на... А вот вопрос, на чем они основаны, как раз очень интересный. Да, и давайте мы, пожалуй, начнем с этого. Вот. Немножко поговорим про то, как эта архитектура вообще выстраивалась. Да, а потом поговорим про те самые языки, которые вы и так знаете. Вот. Мне пришло в голову в качестве практического задания и в качестве такого куска разговора поговорить, скажем так, сделать такое задание, которое с очень большой вероятностью является нетривиальным, но не является тривиальным для большинства присутствующих, потому что домашним заданием будет написание параллельных, в смысле параллельных текстов. Не в смысле параллелизированных, а в смысле двух решений на одновременно двух старых императивных языках программирования, именно на Си и Паскале. Скорее всего, кто-то из вас знает Си, а кто-то знает Паскаль, так что всем будет упражненько. Но это я так забежал вперед и заспойлерил. Вот. Значит, вот тот вот Андрей уже спрашивает, не является ли императивный стиль наследником или, скажем так, производной языка кодов процессора. Скорее наоборот. Ну, давайте про все это поговорим. Итак, вспоминаем прошлую лекцию, когда мы говорили вообще про алгоритмы. Мы говорили, что помимо очевидных свойств алгоритма, коих в операциональном определении можно насчитать от 4 до 9, и очень разные источники говорят разные. Ну, это понятно, потому что определение не настоящее, не научно-операциональное, оно исходит от желаемых свойств, от желаемого вида поведения. Соответственно, можно по-всякому переформулировать. Но, тем не менее, значит, что там? Однозначность, то есть вся формализация, которая произведена, должна быть однозначно интерпретируемой. Как действие, так и модель с моделинных объектов. Четко определенный порядок действий. Мы всегда должны знать, после какого действия выполнять какое. Наш алгоритм должен заканчиваться, он должен действительно решать нашу задачу. И еще он должен на всех входных данных, то есть на всем классе, на всем множестве определения, на всей области определения, эту самую задачу решать правильно и выдавать все, как надо, в область значения. Кажется, это все. Так вот, помимо этих двух свойств, мы с вами немножко, так это, уставше поднимать уровень абстракции, выделили еще два свойства, которые, скорее всего, нужны для того, чтобы алгоритмически полный формализм был алгоритмически полным. Во-первых, это возможность отсылки к уже имеющимся объектам, то бишь аллигирование их. Вот такой научный термин, назначающий ссылку на то, что уже сказано. Аллигирование это когда, опять-таки смотрите в определении, да, это когда возможность при составлении алгоритмов каким-то образом обращаться с уже имеющимся объектом, который вы в данный момент модифицируете. Вот. Прошу заметить, что, допустим, вот, помните, общерекурсивные функции, там аллигирование было такое чисто именное, вот, у нас есть параметр функции, это есть некий объект, который этой функции передали, она его преобразует, да. А в, допустим, обычных языках, в том числе вот в тех, про которых сейчас будем говорить, аллигирование, это, ну, грубо говоря, адрес в памяти, или, по крайней мере, какое-то четкое именование, и мы к этому объекту периодически ходим, чтобы его изменить. И второе главное свойство, которое напрямую не вытекает из требований к алгоритму, это выполнение действия обусловленных свойств на объект. Опять-таки, что это значит? Бог его знает, что это значит. Ну, допустим, мы получаем объект, и в зависимости от того, пустой он или содержит какое-то значение, выполняем или не выполняем что-то. Или мы проверяем некоторые свойства объекта, дальше его сравниваем с ожидаемым свойством, и в случае, если оно произошло, делаем одно, а если нет, другое. Вот. Обратите внимание, не помню, я в прошлый раз говорил или нет на лекции, в этом списке нету циклов. Вот. Циклов нет по двум причинам. Причина первая очевидная, причина вторая довольно забавная. Очевидная причина, почему нету циклов у нас в списке объектов, состоит в том, что можно всегда сделать рекурсию. Если у нас есть в... не всегда, но если у нас в нашем формализме есть такая штука, как функция, то есть что-то, что принимает параметры и может вызывать другие функции. То эта функция может вызывать сама себя и в точности, как нам предписывает теория общерекурсивных функций, вычислимых функций, можно сделать рекурсию со счетчиком, можно сделать рекурсию по условию, вот вам, пожалуйста, цикл. Вторая причина довольно забавная и странная, но тем не менее она тоже важная. На самом деле, поскольку алгоритм должен заканчиваться, чисто формально, на данном конкретном наборе задач, на наборе заданий, можно написать... короче, можно цикл раскрыть. Вот. Ну, допустим, у вас объектов должны... актуальная бесконечность у вас начинается с миллиона объектов, можно написать программу в миллион строк кода, которая будет просто проверять, надо ли дальше еще обрабатывать ваш объект циклически или не надо. Если не надо, просто не будет. Вот. Она будет неэффективная, но с другой стороны, это не совсем так. Так вот, в курсе по архитектуре ВМ мы говорим про то, что в, допустим, архитектуре ARM есть ровно этот механизм, есть механизм пометки некоторых инструкций, как невыполняемых в случае наличия определенного флага. И процессор их успешно, быстро, мгновенно проскакивает. Блоки инструкций, помеченные определенным цветом, определенным флагом, не выполняются в случае, если этот флаг отсутствует. Вот вам, пожалуйста, практическая реализация совершенно другого способа обуславливания действий. Вот. Да, и она же, она же, как бы, приводит к развертыванию, эффективному развертыванию цикла. Да, они сожрут память. Да, миллион строк кода, это больше, чем, там, пять строк кода на цикл, но, тем не менее, такое возможно. И в случае, когда мы, условно, считаем память бесконечной или актуально бесконечной, то есть, вмещающей миллион строк кода, то вот, пожалуйста. Мне думается, что разделение, по крайней мере, вот с той точки зрения, которая интересует нас в этом курсе, разделение языков на всевозможные парадигмы, как раз вот по этим двум с половиной признакам, в первую очередь, должно производиться. Во-первых, что у нас там с олигированием данных? Да? То ли у нас имена, то ли у нас какие-то временные идентификаторы, положение в стеке, например, тоже вполне себе олигирование. То ли у нас имена, но не в плане аналога адресов, а в плане, допустим, связывания внутри вызова функций. И тогда, возможно, имен-то бы и нету. У нас функции вызова функций, вызова функций, вызова функций, там где-то в конце только им появляются. И это определяет, структура данных определяет те практики формализации алгоритмов, которые вокруг-то их накручены. Вторая проблема или вторая вещь, по которым, собственно, существенно различаются парадигмы, это как обеспечивать порядок составных действий. Вот у нас есть команды над нашими объектами, и мы собираемся с ним что-то делать. Вопрос. Мы их просто последовательно записываем, чтобы обеспечить порядок. Или мы их, грубо говоря, вкладываем друг в друга, и для того, чтобы этот порядок развернуть, надо попрыгать по этой записи и понять, в каком порядке в действительности эти вложены друг другу вызовы. Выполняются. Или, допустим, это вообще какой-нибудь эзотерический язык, в котором вычисление идет в виде графа, а между прочим, не такая уж эзотерическая идея программировать не в линеечку, а в виде дерева. Потому что на современных компьютерах частично эти куски вычислений могут быть даже не лишними. Представьте себе ситуацию, что у вас, это, правда, совершенно из другого, это из области оптимизации идеи, но представьте себе ситуацию, что у вас есть некоторое дерево вычисление, которое зависит от принятия решения где-то в его корне. И у вас есть много-много процессоров, которые, формально говоря, могут вычислить и там, грубо говоря, правое по дереву и левое по дереву. То есть, независимо от того, как закончится операция if, первая, да, на в корне, которая говорит, вот, вычислять справа или вычислять слева, вы можете, у вас вычисленные средства достаточно, чтобы вы вычислить и то, и другое. К тому моменту, когда вы, наконец, закончите вычислять исходный корневой if, то есть, наконец, примите решение, вам правую ветку вычислять или левую, частично каждый из этих веток будет уже посчитана. Вот вам интересный способ алгоритмизации, хотя я не уверен, что только он бы выдал нам новую парадигму программирования. Вот. И то же самое с итерацией. Значит, итерация очень важная штука, и в разных парадигмах программирования она устроена очень разным. Мы можем предусмотреть прямо цикл, который работает, прямо с объектами, постоянно к ним ходит. Это почти наверняка признак, кстати, императивной парадигмы, в которой язык, если цикл это его один из элементов. Мы можем устроить рекурсию, и тогда у нас будет по-другому устроено легирование, у нас будут связывания по непосредственно... То есть, это один и тот же объект, с которым мы работаем просто из разных контекстов. Вот. А можем вообще... Вы помните мое соображение про... А, да. Можем вообще развернуть цикл, сделать актуально конечное повторение, вот как, например, в языках макроподстановки. Вот. По большому счету, я вот натужился и не придумал, какие еще замеры нам применять к разным парадигмам, чтобы они получились разными. Вот. Если кто подскажет, или, скажите, если кому вот эта система критериев окажется неочевидной, ну, я готов обсудить. Добро пожаловать в чатик. Есть немножко более суженное определение алгоритма, вот, которое на самом деле как раз уже подвержено, помните, я в прошлой лекции упоминал такое процедурное костенение программистского мышления. Вот определение алгоритма в Википедии... Это точно определение алгоритма, да? А, нет. Извините, я соврал. В Википедии есть определение императивного программирования, и вот оно как раз и являет суть собой этого процедурного костенения, потому что это оно и есть, в смысле процедурное. Вот. Значит, что такое императивное программирование? В Википедии говорит нам четыре свойства. Первое. Что объекты хранятся, и имеются какие-то ссылки на них, с которыми мы работаем. Аллигирование устроено при помощи ссылок на объекты. Да? Сравним с... Ну, например, в нормальных алгоритмах Маркова вообще нету... Мы все время модифицируем одну и ту же цепочку, и никогда не запоминаем ее куски. И мы каждый раз... Каждое правило в схеме нормальных алгоритмов Маркова – это поиск конкретного объекта в конкретной сейчас оборабатываемой цепочке. Вот. Или там... Ну, в общем, вы меня поняли, да? Может быть, аллигирование неравное ссылкам, неравное именованию и перечислению объекта. Вот. Вот. Второе свойство, которое нам говорит Википедия, что действие над объектами в плане реализации алгоритма – это модификация уже имеющихся объектов, ну, или создание и удаление таких объектов. Да? Вот. Действие называется инструкция. А программой в этом случае является просто последовательность инструкции, которую модифицирует объект. Соответственно, наша вторая просьба об условленных действий устроена с точки зрения императивного программирования так. Мы берем нашу последовательность инструкций, проверяем некоторые свойства объекта и какие-то части этих инструкций не выполняем. В случае, если свойство нас не устроило. Или, наоборот, выполняем повторно, то бишь, заходим на цикл в случае, если так требует. Ну, допустим, наши инструкции выполняются до тех пор, пока искомые свойства не появятся. Вот. Все вот это, как проницательно заметил в чатике Андрей, действительно является следствием того, в какую форму первоначально отлились мысли людей, которые придумывали вообще, как можно построить компьютер. В частности, группа фон Неймон. Если бы у нас было побольше времени, мы бы поговорили о том, что лично фон Неймон никаких четких принципов не сформулировал, что у него есть довольно глубокомысленно пространные исследования. Вот. Что там много довольно интересных странностей. Тем не менее, не оставляет сомнений, что до него никто четко до конца вопросом не занимался. Ну, в общем, что он великий компилятор. В общем, много всякого нечеткого про фон Неймона можно рассказать. Но, кто из нас помнит архиттуру фон Неймона, тот помнит, как все устроено. Значит, у нас есть адресуемая память. Ну, давайте, что ли, сходим на какую-нибудь Википедию, опять же, чтобы картинка была. Ладно. Придется на пальцах рассказать. Зачтите это мне как за недостаток лекции. Значит, архиттура фон Неймона предопределяет, что у нас есть... Что у нас есть... Нужна картинка с памятью в виде такой линейки сверху вниз. Ладно, я на пальцах расскажу. А то, может, нарисую даже. Слушайте, дайте я нарисую. Вот. Значит, предположим, что у нас есть нечто, называемое машинной памятью. Вот оно. Эта машинная память разделена на ячейки. Вот. Эта машинная память разделена на ячейки. Вот. Которые располагаются в ней подряд. Вот. И каждый из которых имеет собственный адрес. Грубо говоря, это один. Это два. Это три. Ну и так дальше. В этой памяти сложены... Одновременно в одной и той же памяти, в этом фишку фон Неймонской архитектуре, сложены те самые команды, которые будут производить манипуляции с данными. И сами данные. Что касается данных, то все очень просто. Эти данные просто имеют адрес и аллигирование, то есть обращение к ним происходит по какому-то адресу. Вот. Данные. А что касается команд, то там тоже все довольно просто. Команда может выглядеть как... Допустим, вот это. Может выглядеть как... Взять данные из ячейки... Взять данные из ячейки... Раз, два, три, четыре. Из... Раз, два, три, пять. Сложить. Записать. Раз, два, три, шесть. Вот. Четыре забыл. Лишнее четыре. Вот. Соответственно, будут задействованы в этой команде задействованы три подряд ячейки вот эти из памяти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, пять. Раз, два, три, шесть. После того, как эта команда отработает, будет выполнено следующее, следующее, следующее и так далее. Осталось только сказать, что в артитуре фон Неймана есть возможность, универсальная возможность итерации и... Этого самого... То есть, повторного... Универсальная возможность действия обусловленной свойствами ячеек. Например. Давайте попробуем так. Например. Команда, которая будет работать следующим образом. Возьмем взять данные из ячейки раз, два, три, четыре. Проверить, не ноль ли. Если ноль. Если ноль. Тут важно. Перейти. Перейти на команду Два. Номер два. Что-то тут с номером какая-то хрень. Ну, пускай и так будет. Вот. Вот. Значит, а если нет, то продолжать дальше. Вот вам, пожалуйста, значит... Пожалуйста, операция условного перехода. Да? Номер два, я сказал. Вот сюда. Ну, только сейчас давайте мы сделаем... Ой. Не так. А, нет, все правильно. Вот, вот, номер два. Вот. То есть, в каком-то случае происходит переход назад, а в каком-то случае происходит вперед переход, когда выясняется, что... Что там лежит не ноль. Вот. Соответственно, вот то, что мы нарисовали, это цикл. А если переход вперед, это значит, что мы не выполняем какой-то кусок, если данные обладают каким-то свойствами. Все. То есть, фундаментская архитектура еще предопределяла управление внешними устройствами. Но это все не так интересно. Нам с вами интересен вот этот принцип организации. Смотрите, мы удовлетворили, вообще говоря, все наши требования. Во-первых, у нас все данные располагаются в памяти однозначные. Во-вторых, у нас все инструкции располагаются в памяти однозначно. В-третьих, у нас определен порядок, я даже сказал, последовательность выполнения инструкций подряд или с помощью... То есть, либо подряд, либо с помощью явного указания, какую команду выполнять следующий. И, соответственно, после нее будет выполнено третий, четвертый и так далее. Вот. Соответственно, здесь, возвращаясь к нашим требованиям, все совершенно очевидно. И все наши требования удовлетворены. Вот. При этом, аллигирование у нас абсолютно номинативное. То есть, мы называем переменные. Ну, даже у нас нет переменных. Мы нумеруем ячейки памяти, с которыми мы работаем, и по номерам к ним обращаемся. Порядок у нас абсолютно, значит, последовательный. А что касается итерации и условных выполнений, то у нас вместо этого есть команда перехода условного. Которая в случае, если свойства данных одни, выполняет переход, а в случае, если нет, не выполняет. Соответственно, переход вперед это просто невыполнение каких-то действий, а переход назад это итеративное выполнение действий до тех пор, пока условие не окажется истинным. На таком основании создавались компьютеры в начале. Да, значит, есть тонкое различие между гарвардской и притсенской, что ли, архитектурой. Сейчас я не вспомню точное название. Когда мы разделяем память для хранения команд и память для хранения данных. Или не разделяем их. Вот. Фоннейм он их не разделял, потому что говорил нам все равно кодировать. Какая нам разница. Пускай все вместе лежит. Плюс довольно долго в программистском сообществе существовал миф о всесильности самомодифицирующихся программ. То есть программ, которые изменяют свой собственный код. Вот. В этом видели, значит, залог будущего искусственного интеллекта. Про это довольно много писали. Но ничем это не кончилось, как мне кажется. То есть сейчас самомодифицирующийся код может у вас получиться только случайно, если вы написали неправильную программу на хим. Мне кажется. Вот. А раньше это прямо была такая тема-тема. Да. Так что вопрос о том, нужны ли и команды, и данные хранить в одной и той же памяти или в разных. Он остается открыт. Мне кажется, это не очень важно. Вот. Над этим всем был намазан язык ассемблера. Который, собственно, представлял собой перевод из более разумного представления машинных кодов в сами машинные коды. Вот. Значит, ничего помимо архитектуры фон Неймана не изменилось. И, как видите, это прям классическое соответствует тому, как описывает императивную парадигму в Википедии. Объекты хранятся по ссылкам. Действия – это модификация объекта, то есть запись и чтение из ячеек. Программа – это последовательные инструкции. А обуславливание как раз обеспечено повторным выполнением с помощью команды перехода или невыполнением с помощью команды перехода вперед. Ну вот, значит, язык ассемблера представлял собой всего лишь, представляет собой всегда, если на сегодняшний день, всего лишь удобно читаемый формат машинных кодов. Ну вот, смотрите, вот эта программа на языке ассемблера, вот это она же в машинных кодах. Ну, собственно, здесь вот у нас исходные коды, здесь немножко разложены в... Псевдоинструкции разложены в... Тут, видите, есть одна псевдоинструкция, которая занимает в реальности две инструкции. Здесь написано вот так, а здесь приходится делать вот так. А вот это адреса, по которым лежит эта программа, а вот это машинные коды. Согласитесь, вот такое читать абсолютно нормальному человеку невозможно. А вот такое, если запомнить, можно. Я довольно неплохо программирую на ассемблере, когда... Ну, если делать на постоянной основе, например, когда читаю куст. Главное изобретение языка ассемблера, которое, помимо человека читаемости, это замена адресов, используемых в программировании, на метки. То есть введение некоторого уровня абстракции, когда у нас аллигирование происходит не непосредственно по номеру ячейки, а по какому-то... По какому-то... Ну, как бы... По какому-то имени. Ну, помимо того, что это имя нам говорит гораздо больше, чем... Чем адрес, да? Ну, например, здесь... А, это явно какой-то параметр, резет какой-то явный результат, да? Next – это явно метка, на которую должен перейти цикл. Вот он, да? Вот. Главное достоинство меток в другом. Мы отрываемся от непосредственной адресации, и когда мы пишем программу, мы можем не менять слово Next, даже если мы сюда вставили что-то. Да? Вот в курсе алгоритмно-логоритмические языки, когда вы пишете непосредственно, вот там, в самых начальных, непосредственно в кодах... А, нет. А, вторая мы язык ассемблер, разумеется. Когда вы пишете непосредственно в кодах, вам приходится каждый раз, когда вы мультифицируете программу, пересчитывать все адреса. Да? Метки не переходят. Вот из этих-то меток родилось понятие переменной. Зачем я это все говорю? Что вот в таких классических языках программирования, вроде C и Pascal, понятие переменной очень недалеко ушло от понятия метка, как замена адресу. В случае C не ушло вообще. В C переменной это и есть метка, которая является заменой адресу. Вот. Среди всех императивных языков программирования наиболее обширный класс, некоторые даже говорят, что он совпадает, но там есть о чем поговорить. Вот. Но с точки зрения, с точки зрения императивной парадигмы, да, наиболее обширный класс, это так называемые процедурные языки, которые характерны еще большей конкретизацией методики того, как мы оформляем свой алгоритм. Многие классические языки были процедурными. Ну там, Лисп тоже классический язык, какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь символ, да? Хоть, прости господи, кабу. Вот. Но даже Фартран, да, особенно современный, отлично подходит на звание процедурного языка. Значит, что характерно для процедурных языков? Не только атомарные типы данных, но и составные. Вот. Для того, чтобы можно было оперировать сразу, как сказка, сразу группами, да, такими структурами данных. Вот. Разумеется, переменные вместо меток, так как это было в ассемблере. Но, поскольку ассемблер, язык ассемблера предопределял, что мы метками помечаем ячейки, то там все с типом было просто. А вот в процедурных языках, в процедурных языках, разумеется, это так не работает. Есть очень разные типы, особенно составные. Пришлось придумать поверх, собственно, переменной, как метку, такую метафору, значит, что переменные, это такой ящик. Вот. А тип переменной, это такая форма дырки. Значит, и, соответственно, в этот ящик типизированный можно положить только значение определенной формы. Когда ты из него берешь, ну, допустим, в целочисленную переменную целое число, там, в вещественную переменную вещественное число, ну, и так дальше. И когда ты в этот ящик кладешь, то туда нельзя положить данные неправильного типа, потому что они по дырке не пролезают. Вот. Ну, и, соответственно, дальше начинаются всякие интересные вещи, например, что находится в этом ящике до того, как ты туда что-то положил, а нельзя ли оттуда вынуть до этого что-нибудь и посмотреть что там. Вот. Все это в полный рост во всех языках программирования процедурных процветает, то есть, либо, значит, перемены должны быть инициализированы, либо, перемены, бывают инициализированы, это ошибка, либо, ну, в общем, и так дальше, и так дальше. И третье свойство процедурных языков, ради которых, собственно, из-за которых они названы процедурными, это тот факт, что под программы в нем оформляются как-то своего рода такие именованные куски алгоритма. Вот. Называются они функциями, процедурами, еще чем-то. Ну, скорее всего, вот так вот. Под программы это устроено таким образом, что вы вызываете ее, заходите туда внутрь, выполняете действие, выходите обратно. Вот. И так можно несколько раз, а ради этого они, собственно, и придуманы. И еще внутри, внутри под программ открывается свое собственное пространство имен, для того, чтобы при повторном использовании не заботятся о том, что те имена, которые у вас к этому моменту или в том месте, откуда вы вызываете вашу под программу, конфликтовали с теми именами, которые у вас внутри этой под программы используются. Да, поскольку это изолированный контекст при программировании, было бы очень удобно сделать так, чтобы то пространство имен, которое при этом возникает, оно же локальные переменные, было доступно только внутри этого контекста, а больше нигде. Там, опять-таки, возникают всякие интересные штуки. Например, эти локальные переменные могут быть статическими, то есть сохранять свое значение между вызовами или нет. Ну и так дальше. И опять-таки, в каждом процедурном языке это может решаться по-своему, но эта проблема, как только мы вводим пространство имен для отдельных переменных, она тоже возникает. Опять-таки, в C все слегка не так. В C, C он, ну, мы про это чуть позже поговорим, вот, он эту проблему решает не синтаксически, а, как бы это сказать, архитектурно, но чуть потом. Пожалуй, стоит заметить, что самым первым в мире языком программирования, ну, или почти самым первым, да, считается, что первым, да, формально считается первым, языком программирования неравным машинному коду и, соответственно, неравным языком ассамблера был язык программирования фартран. Обратите внимание, с 54 по 57 год, ни много, ни мало Джон Бекус и этим делом заведовал. Кто помнит, что такое форму Бекуса Наура, это вот он, ну, один из этих двух, второй был Наур. Вот. Идея стоит в чем? Обратите внимание вот на код вот этой программы, написанной на ассамблере, которая, как тут написано, считает сумму цифр числа. Кто из вас хотя бы чуть-чуть программировал на ассамблере, а к другим, видимо, эта аргументация относится слабо, понимает, как тяжело и нечитаемо выглядит математическая формула, представленная в виде суперпозиции, даже не суперпозиции, в виде последовательности, последовательности арифметических команд. Ну, собственно, вся фишка в том, как раз и состоит, что в математической формуле есть скобки, есть суперпозиции операций, есть их приоритет и последовательность выполнения, и что та формула, которую мы привыкли читать глазками, если ее разложить на автомарные последовательные действия, выглядит совершенно по-другому, она вычисляется изнутри, у нее есть там зависимые и независимые части, например, скобки нужно, можно вычислять в любом порядке, ну и так дальше. Вот. Соответственно, математики, задолбавшись писать вот такой текст, придумали язык программирования Fortran, вот, который, вот, листинг, что-то программированный на Fortran, это, я так понимаю, комментарии, вот, тут написано, что под программа такая-то, вот такие у нее параметры, вот описание массивов, которые в этом участвуют, вот описание переменной интеджер, вот, а вот какой-то цикл, который что-то с этим массивом делает. Вот. Все циферки, которые здесь есть, это циферки, принадлежащие выдаче, вот, Fortran, вернемся к Fortran, потому что я недорассказал про него. Fortran очень любили упрекать всякие теоретики от программирования в том, что он очень не теоретический, что в нем есть очень много темных мест, которые придуманы довольно странноватые, поэтому странновато работают, или которые не, не, значит, не придуманы вообще, вот, тем не менее, язык, поскольку он был самый первый, пожалуй, не знаю, как на сегодня, но одно время считался языком, на котором написано больше всего математических библиотек, просто больше всего, и до сих пор активно используются вот эти библиотеки, так точно, вот, не знаю, программируют ли сейчас в массовом порядке на Fortran, хотя я недавно встречал одну очаровательную персону, вот, девушку, которая программировала на Fortran, вполне, была довольна своей жизнью, вот, потому что она что-то математически как раз программировала, но мне кажется, это скорее исключение, чем правило, что касается самого языка, он развивался довольно активно, и даже, в общем, развивается, обратите внимание на то, что последний стандарт был принят в 2018 году, и там довольно много всякого интересного туда было засунуто, вот, что касается самого языка, что при внимательном его изучении выясняется, что это очень не последний язык в смысле возможностей, просто эти возможности, они такие немножко не от программирования идут, например, Fortran работает с матрицами, с массивами, причем они у него располагаются по столбцам, а не по строчкам, как у нас, то есть математической, они располагаются так же, как записаны математически, вот, и умеет с этими массивами делать всякие волшебные штуки, которые в том же питончике, например, умеет делать только библиотеку numpy, выстраивать сечения, причем многомерные, да, выстраивать присваивание так дальше, вот, видите, сечения, мало того, что он умеет сечения, он умеет динамические массивы, вот, он умеет с ними много чего делать, то есть у него есть какая-то математическая библиотека, вот, у него есть какие-то, какие-то волшебные, волшебные свойства работы с памятью, но, в целом, конечно, язык очень сильно архаичный, в нем очень много странных штук, вот, реально странных, очень странные понятия умееток, там, вот, ну, реально, ну, короче говоря, действительно, вот претензии к тому, что у него есть некоторое количество темных мест, они верны. Более того, давайте посмотрим на чудеса Фортрена, более того, вот, вот вам код, обратите внимание на то, что в Фортрене нету форматирования с двигом, и на самом деле вот эти вот, вот эти вот два оператора, они находятся внутри вот этих вложенных циклов ряду, вот, так вот, вот вам код, который, если вы напишите здесь вот так, будет работать, а если вы напишите здесь вот так, обратите внимание, другие индексы, тоже будет работать, но в несколько раз медленнее, я так подозреваю, раз в сто, просто потому, что вы в неправильном порядке инициализируете массив. Идея состоит в том, что массивы динамические, и способ инициализации массива достаточно неэффективен, вот, и спасибо в чатике делятся книжками, в которых адресуемая память красиво представлена, но мне кажется, я нарисовал тоже ничего, вот, да, в конце концов у нас не про это разговор, да, у нас, я хотел, чтобы вы это все вообразили, чтобы вы поняли, как, откуда пошла вот эта самая императивная паразигма, да, вот вам, пожалуйста, фортар. Значит, параллельно с этим практически, параллельно с этим, может быть, чуть позже, позже, скажем так, после релиза фортрана теоретики решили, что язык совершенно не теоретический и будут разрабатывать хороший свой годный язык под названием алгол, вот, долгое время, кстати, служивший для записи алгоритмов, как лучший, именно, лучший формализм, вот, универсальный язык программирования, но, на самом деле, это, в первую очередь, язык записи алгоритмов. Язык оказался действительно очень внятный, смотрите, в смысле синтаксической, очень мощный для описания произвольных алгоритмов и так далее, вот, но, в силу своей общей теоретичности очень долго никто не мог написать полностью работающую реализацию всего языка алгоритмов. Там были моменты, теоретические такие, которые требовали дикого количества вычислений и обычно опускались и не работали. Вот. Вот, например, кусочек кода, который внезапно, что он делает внезапно? Внезапно обнуляет все элементы массива S. Что здесь не так в этом обнулении? А, обратите внимание, что вот это I вообще не определено. Мы говорим, слушай, вот у нас есть переменная, есть массив. Давай-ка мы вызовем процедуру P с этой переменной она еще не определена. И с этим массивом, поскольку передача параметров в алголе происходит по имени, то это имя приезжает, переназывается как A, видите, по имени. И внезапно I у нас бегает от единицы до десяти, но дело даже не в этом. А S и T оказывается B и в действительности отвечает за S и T и расписывает нам массив нулями. Вот такая конструкция. Это всего лишь иллюстрация того, что такое передача параметров по имени, но можете себе представить как при несоблюдении дисциплины волшебно работают программы наук. Кстати сказать, у Fortran живее всех живых. Входит в состав коллекции компиляторов ГЦЦ как минимум, но по-моему сланг тоже. Вот. Постоянно поддерживается, обновляется. Стандарт 2018 года поддерживается. Значит, ну, короче, вот, пожалуйста, поддержка каждый год. Ну, в общем, работающий, работающий язык программирования, на котором можно программировать, который, кстати сказать, довольно хитрый и синтаксический стал современный, да, с учетом того, что там можно делать всякие волшебные штуки с матрицей. В общем, если кто умеет Fortran, он, в общем, пока что не страдает. Fortran работает. Что касается Алгола, я тут с удивлением обнаружил целых две реализации Алгола, которые можно на сегодняшний день использовать. Это Алгол Джинни и этот самый, как его называют, Алгол Джинни, а второй, 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 Алгол Ток. Алгол Ток, он довольно старенький, проект. Вот. В каком-то там двенадцатом году последний раз эта страничка обновлялась. А вот Алгол Джинни, ну, более-менее работающий проект, вполне себе под свободной лицензией, шестнадцатый год последний релиз. Вот. В общем, если кому надо, я даже, наверное, когда-нибудь соберу все в наши репозитории, чтобы можно было на Алголе программировать. Да, Алгол достаточно выразительный при записи алгоритмов и очень много. Тут ради унижения, внезапно, даже не скажу унижения, ради парадокса предложены два самых популярных языка программирования. Ну, реально там, вот оценивая код на Каболе, считалось, что на нем написано там дикое количество там в двухтысячных годах его оценивали, дикое количество бизнес-логики, то есть чуть ли не там семьдесят процентов. Не буду врать, да, соответственно, при том, что язык, в общем, так себя развивается и так себя поддерживается, хотя он и существует. Ну, язык программирования Basic, конечно, который тоже живее всех живых, претерпел кучу изменений. Тут вот в чатике подсказывают, что на Фортране можно и в Куде программировать, что, в общем, тоже неудивительно. Вот. Не будем ходить в Basic и в Кабол, будем считать, что только, что хорошие примеры тоже языков, которые оттуда появились. Из таких, до сих пор, существующих, можно вспомнить C и Паскаль. Вот. Сходим к ним еще. У нас сегодня будет про них разговор, потому что на них будет домашнее задание. В действительности императивных языков программирования очень-очень много. где-то тут был список этих самых императивных языков, что-то я тут не вижу. Но, в другой стороне, смотрите, все наши языки программирования, даже, разумеется, те, в которых есть объектная модель, включая там JALSI, плюс-плюс, вот все-все-все-все-все, это все равно императивные в своей основе языки, потому что они отвечают тому определению, которое мы говорили. Хранение объектов, модификация объектов, уже существующих, последовательное выполнение инструкций, циклы и условные операторы. Пока это так. Ну и, соответственно, процедуры. Процедуры и функции в качестве CodeReuse, вот, в качестве повторного использования. Поэтому, я думаю, что нет смысла перечислять все существующие языки программирования. Понятное дело, что, как мы говорили в прошлый раз, в очень многие языки вставляются возможность использовать другую парадигму, в основном функционально вставляется, да, даже в питоне она есть. Вот, в очень многих языках размываются, размываются основные, так сказать, четкие характеристики которые мы давали. Например, аллигирование по связыванию, а не по неноменативной, довольно часто встречается, там, передача параметров по имени, да, а не по, ну, короче, вот то, что мы видели в Волголе, это как раз другой способ аллигирования. Ну, в общем, тем не менее, да, вот. Прежде чем возвращаться к Сии Паскалю, ну, казалось бы, зачем разговаривать про Сии Паскаль, когда есть столько современных языков программирования? Ну, во-первых, разговаривать про современный язык программирования за поллекции или там за треть лекции довольно бессмысленно, вот. Во-вторых, мне хочется остановиться еще на одном пунктике, который называется высокоуровневые языки программирования, ну, который несколько, на мой взгляд, недоопределен, я, разумеется, не настаиваю на своем определении, ну, потому что это всего лишь определение споротярного. Но в этом смысле гораздо, как раз, интереснее посмотреть на те самые Сии с Паскалем, которые наверняка большинство из вас знают так или иначе, вот, попробуйте их сравнить, а заодно для себя выяснить, а что такое высокоуровневый язык программирования. Ежели мы пойдем на Википедию, то там довольно много написано всякого, вот, хотя, в общем, если внизу, ну, как бы, посмотреть, да, посмотреть, вот, ну, смотрите, вот, вот вам определение, вот тут пример. Значит, если посмотреть, то для Википедии, для авторов Википедии считается высокоуровневый язык программирования, он, во-первых, разработан для быстроты и удобства программирования, содержит какое-то количество абстракций, вот, и эти абстракции раскрываются в большие, тяжелые и непонимаемые конструкции на низком уровне. Определение высокоуровневого языка программирования, как, ну, как бы, оно немножко рекурсивное, тут рекурсия типа B, мы определяем его как низкоуровневый язык программирования, через низкоуровневый язык программирования, а низкоуровневый язык программирования наверняка сошлется на высокоуровневый нет 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 близкий ну короче немножко мутно значит давайте мы попробуем по теоретизировать в по языке программирования да помимо там синтекс семантика всего остального в характеристиках языка программирования есть такая штука как модель вычислений модель вычисления чисто математическая у нее чисто математическая у нее штука описание это ну вот определение множество допустимых операций ну и то как их вы значит можно или нельзя применять соответственно в диске программирования модель вычислений это как раз вот тут ведь разные вот модель вычлений это как раз то с какими собственно объектами происходят вот это самый вот эти самые допустимые операции формализация самих этих объектов да и в каких случаях как они вот их применимость ну так вот на мой взгляд главный признак высокого уровня языка программирования это ситуация которая частично описана у нас в википедии ситуация при которой модель вычисления на который полагается язык совершенно не равна модели вычисления которую в действительности делают подлежащие снизу физически из по фактически исполнитель ну грубо говоря у нас есть ну как в питоне например да у нас есть целые числа бесконечной длины ну актуально бесконечной длины ничего такого процессор не умеет как как фактически в исполнитель до фактически исполнитель процессор умеет только в целые числа фиксируем длины причем на разных машинах разные эти фиксированные длины числа вот а язык говорит нет целые будут вот такими это отличный пример полное несовпадение вот этого кусочка в модели вычисления с фактическим исполнитель вот как правило ну то есть не как правило почти ну как бы всегда это приводит к тому что модели вычисления фиксированы на уровне семантики языка программирования мы говорим так вот целые у нас работают так вещественные работают так и никак иначе это первый признак а второй признак тот о котором говорит википедия но который возможно несколько более как это сказать не четкий состоит в том что поскольку базовые компоненты у нас уже формализованы на уровне языка программирования мы можем из этих базовых компонентов строить булы более сложные структуры или рядом с ними стоит строить более сложные структуры которые тоже будут формализованы на уровне как норме семантики скопрограммирования то есть какие-то не ну не знаю там вот в том же питончике какие-нибудь списки они же динамические массивы динамический массив вполне себе сложная структура непонятно как работающие потому что мы не знаем какого она размера или не знаем как сделать так чтобы было что как 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 меняется размер вот или какой-нибудь ну не знаю там ассоциативный массив до в питончике он называется словарем вас когда у нас вообще структура данных с индексированием который не является ну короче сложная сложность структура да вот чем больше таких сложных структур данных тем больше свидетельств того что у нас язык позволяет их реализовывать не глядя на фактический исполнитель это косвенное свидетельство того что у нас перед нами высоковерный язык то есть чего начинается определение википезии да это субъективные признаки да что на высоковерном языке программирования вы пальцами работаете меньше а головой работаете больше чем больше у нас как бы плотность смысла того что вы делаете а одной инструкции языка до тем выше по ощущениям уровень языка вот значит сейчас мы поговорим как раз про си паскаль довольно неожиданным выводом забегая вперед будет то что при всем своем синтаксическом всей своей даже не так лексически они очень не похожи а вот синтаксически они очень похожи очень похожие конструкции прям вот буквально одну код на паскале можно транслировать в код носить это языки разных уровней правда ну с некоторыми оговорками так для тех из вас кто внезапно знает один из этих языков или даже оба наступил время поскучать потому что я буду тупо показывать в википезе примеры синтакса си пример синтакс паскаль значит язык программирования си очень старый но он позже вот этих двух основных всех этих basic of даже по моему позже вот довольно хитрый в нем есть все что нам нужно скажем так он хитрый но короткий в нем есть все что нам нужно для декларативную я даже сказал процедурного программирования вот в нем вот вот пример программа нахи да значит чем нем есть в нем есть составные структуры данных страх ты ему мы всякие то есть страх да вот пожалуйста есть составные структуры данных в нем есть функции в нем есть процедуры правда они выглядят как функции которые ничего не возвращают в нем есть цикл со счетчиком в нем есть в нем есть цикл обычный вот он до переменные в нем вводятся и описываются они имеют классические типы вот ну то есть соответствующий типом данных на процессоре вот в нем есть всякая арифметика мне весь по битвы операции вот оператор выбора и немножко работы с немножко работы с типами например type def есть которая может определять новый тип и главная фигня все это указатели 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 еще раз указатели любая динамическая структура данных сводится к тому что вы выделяете под нее место в памяти сами потом типизируете это место в памяти давайте сейчас найдем молок вот смотрите у нас есть какой-то тип данных мы выделяем под него место в памяти говорим сколько его надо да и потом по нему ходим поэтому указать те даже те из вас кто не видел языка сину при этом знает другие языки программирования в общем примерно понимают о чем идет речь кстати очень неплохой неплохой ресурс я нарыл при подготовке к этой лекции называется learn x in white аминец и в нем есть такие исчерпывающие примерчики для ну условный исчерпывающие примерчики для различных языков программирования вот значит 7 чтобы было понятно почему там куда ведет наш дальнейший разговор си язык программирования создавался параллельно с операционной системой unix над которой работал там команда сначала из двух человек за счет дэннис ричи а второй был ken thompson ну вот причем свободное от работы время причем нужно было написать операционку в общем то причем согласно легенде операционку они задумали просто потому что один из них писал игру а другой разрабатывал язык программирования b и вот ну игру такую типа космическую стрелял но это не стрелялка космическую пошаговую какую-то значит им нужно было при этом решать какую-то рабочую задачу им хотелось чтобы рабочая задача решалась они в это время работали занимать свою игру им пришлось написать разделение таймшеринг нормальный ну и так дальше и так дальше это все легенды фишка состоит в том что в какой-то момент к ним пришли еще люди которые когда выяснилось что их проект достаточно успешный к ним пришли люди с таким хорошим видением академическим например брайан керниган который сказал видимо дэннису дэннис ты давай это самый уже свой язык программирования би оторви пожалуйста от потом тебя почти ассемблер но там вот в языке программирования было би например были типы данных байт ворд машинное слово и двойное машинное слово вот ты сказал ну ты слушай давай так ты вот оторви его вот сделай его прослойкой между ассемблером и между языком ассемблер между автокодом ну короче сделай его не компилятором а языком программирования очень грубо говоря тут спрашивают улучшил ли керниган си не знаю мне кажется что он именно что выступал таким консультантом а потом популяризатором да самая известная книжка как раз керниган речь вот спасибо в народе как раз известно как керниган по имени первая ну вот значит и в какой-то момент си был в общем как язык уже как бы боевой на нем было написано в какой-то момент перебил переписана та самая операционная система на которой над которой работали значит в такой уникс группа то есть это был язык программирования на котором уже к моменту его так сказать официального выпуска было написано операционной системы отчасти вот он был рассчитан в первый счет на то чтобы когда ты программируешь операционную систему ты реально понимал какой код у тебя на самом деле получается то есть главное свойство языка программирования си что он низкоуровневый его вычислительная модель прямо по стандарту строго завязана на вычислительную модель фактического исполнителя ну вплоть до того что число int вообще говоря имеет такую размерность какое размерность у винта на вашем процессоре и вот ну и многие подробности того как работает программа написанная на оси напрямую зависит от того как работает процесс то есть когда вы работаете например с памятью вы должны четко знать как устроена ну допустим не знаю оби по вызову функций в конкретно на вашу архитектуру потому что в разных случаях у вас она будет работать по разному то есть это боевой язык программирования который со временем делался еще более боевым годы это были как раз семидесятый с тех пор си никуда не делся он как бы очень популярен очень сильно повсюду присутствует не сказал бы я что рост его популярности растет просто потому что дальше уже некуда и но количество софта написанного на си и продолжающего продолжать продолжающего писаться на си в общем зашкаливает вот тем не менее это чисто процедурный язык программирования с очень небольшим на самом деле синтаксическим деревом то есть там вот несколько типов данных указатели на эти несколько типов данных массивы разной размерности функции и так дальше тут андрей спрашивает а вот современные тенденции вводить в язык программирования си такие штуки как in 16t in 32t у in 32t не возвращают ли нас к обратно к такому де типизированному языку бы в общем да отчасти возвращают потому что как язык четко привязанный к аппаратуре понятное дело что все вот эти им ты непонятного размера они как выяснилось впоследствии только мешали вот но тут надо понимать что об этом мы скажем в конце наверное что язык и теряет свою нишу языка общего назначения для всего уж больно много в нем штук которые системному программисту хакеру и человеку который прекрасно понимает какой код мы генерируем очевидны а условно говоря опытному неопытному новичку который просто считает все таким алгоритмическим языком абсолютно не очевидны наполнен ужасными чудесами вот это все соответственно все все больше превращается в такой лучший в мире макроассемблер вот а для него конечно же характерно четкая типизация сообразно той вычислительной модели которую поддерживает фактически фактически исполнить вот теперь что касается паскаля внезапно получается все то же самое только все по-другому он даже раньше си появился паскаль 68 69 год первый лист до или даже 70 первая публикация значит он разрабатывался исключительно как изначально как учебный кстати примерно те же архитектурах на том же pdp11 выходил и так дальше собственно ведь тут в википедии пишет что вирт участвовал в разработке алгола и понял что они делают страшного монстра который никогда не реализуем а надо было написать язык на котором можно было прям сейчас программировать вот кроме того нужно было написать достаточно формальный язык который бы хорошо работал на железе современном тогдашнем вот и сделать это так чтобы как можно больше ну ввести как можно больше ограничений как можно сильнее огородить как во всяком учебном языке как можно сильнее огородить потенциальных значит неофитов от каких-то темных мест чтобы все вот когда ты программируешь на том же паскале все было четко сделал ошибку тебе компилятор сразу выдал сказал вот тут вот ты сделал ошибку ориентация тут как-то мало написано про паскаль что-то вот ориентация паскаль на паскаль как на учебный язык тем не менее поскольку это было в те же конец 60-х начало 70-х сделали его языком очень похожим на си или c сделали похожим языком на него в общем давайте посмотрим синтаксически они лексически они все точно различаются потому что видите в программины по скале обязательно должно быть отдельно секцией с объявлением типов отдельно секция с объявлением переменных отдельно секция с обремению с объявлением constant до в программе на паскале ну короче лексически они очень разные да там присвоены по-другому устроены вот но зато с точки зрения такого общего синтекиса все примерно одинаково есть те же самые массивы базовые типы данных такие же целочисленные какие еще бывают вещественные байтовые как и все все есть структуры данных составные данные в паскале называется записи все значит есть указатели как адреса в паскале есть указатели которые конечно не трактуются как адреса это просто указатель на какую-то структуру данных но во всем остальном они с точки зрения именно алгоритмического языка трактуются точно также указатель в паскале сейчас давайте до них дойдем вот указатель в паскале это все так же как все такой тип данных который указывает на ячейку или кусок данных определенного типа вот та же самая операция разименования как все в общем все то же самое вот вам пожалуйста да то есть смотрите во всех во всех в объемах оба языка программирования породили нескончаемые войны между а так называемыми сишниками так называемым паскалистами потому что с точки зрения предоставляемых возможностей языки были практически одинаковые я имею ввиду алгоритмических возможностей а вот с точки зрения подложки с точки зрения ориентации на или не ориентации на соответственно на соответствующее железо с точки зрения способа думать несмотря на то что они все в императивной парадигме языки очень сильно отличались вот и это как бы до сих пор вызывает нешуточные нешуточные войны между поклонниками этих языков вот ну например у нас на факультете проводились исследования относительно того что язык программирования си не является алгоритмически полным вот как он не является алгоритмическим языком язык программирования си ну потому что это такой самый лучший в мире макросамблер это такой транслятор из понятного языка в непонятный вот алгоритмически полный формализм он не предоставляет вот главным образом из-за того что указатели все являются адресами адреса конечно указатели в паскале они как бы прям ну это написано в стандарт что указатель все это адреса адреса конечная вот значит еще эти языки роднит вот тут вот написано отсутствие алгоритмически непрозрачных абстрактных типов данных то есть все типы данных в си паскале они простые либо составные у паскале чуть дальше идет абстракция но она не заходит в область где нужны какие-то другие алгоритмы вычисления сейчас мы про это поговорим да оси это вообще такая штука вот ну вот ну реально вы пишете программу и знаете какой особенный код она генерирует вот теперь про различия как я уже говорил паскаль имеет некоторое количество абстракций которых все нету вот и перечислимые типы диапазона и множество давайте посмотрим что это такое вот 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 он перечислимый тип паскале смотрите какая штука вы можете определить данную переменную как переменную типа ну и соответственно определить тип как переменную которая принимает только некоторые значения скалярного типа да ну например от 1 до 10 или от а до z с учетом того что символы байты в паскале упорядочены по алфавиту или если вы где-то определили перечислимый тип вот так то можете прямо перечислить абстрактные какие-то названия которые будут значиться это как бы ну как бы но перечислимыми да вот в действительности это абсолютно прозрачной абстракции да в случае вот такого в случае диапазона это фактически переменная типа int просто с ограничением диапазона и с проверкой компилятором на этот счет а также возможность проверка исполняющий систему на этот счет если вы включили этот примерно типа чар а это на самом деле тоже переменные типа нет да или даже типа байт если он короткий просто это от вас скрыто для вас язык программирования придумал замену нуля на apple единицу на пир значит двойку на банально и так далее вот чуть более хитрая штука это множество вот множество в действительности представляют собой все-таки чуть более сложную абстракцию фактически это битвая шкала которая ну то есть сначала у нас нумеруются элементы от а до z от нуля до там 26 а потом заводится битовая шкала который просто если элемент скажем е в наше множество содержится то в соответствующем представлении множество четвертый бит начиная с нулевого до 5 соответственно если начиная с первого будет равен единице и элемента е нету будет равен нулю вот значит эти множества поддерживают теоретику множественной операции и поддерживают проверка на наличие множества очень удобно но да кстати обратите внимание что вот например википедия говорит что вот проверка наличия элементов во множестве иногда быстрее работает чем два сравнения но потому что надо сходить к одному единственную бить а тут надо выполнить несколько операций сравнения вот в общем на этом абстрактность паскаля в области типов данных заканчивается потому что в основном в остальном это все в общем базовые типы данных такие как предлагает нам классический классический компьютер но стандарте на пи паскаля написано в отличие от стандартности где написано что они могут они такие вот что там и такого размера как машинное слово четко написано в какой форме и какие какие ну например если у нас есть вещественные числа написано в каком стандарте они должны храниться это кстати привело к тому что паскаль невозможно использовать для каких-то кроссплатформенных проектов которые например пользуются вещественными числами ибо если у тебя вещественное число организован таким образом что она реализована так как у тебя это реализована на процессоре то она скорее всего не соответствует стандарту паскале и в некоторых пограничных случаях вычисления будут идти не так на одной машине как на другой с не той точностью вот если про си точно известно что так она и есть то пропускали это не известно а если про си ты можешь быть так ну я понял нельзя вещественные числа и пользуется для моей задачи надо пользоваться специальной библиотекой но это библиотека будет работать в 10 раз медленнее если паскаль сделать по умолчанию поддержку вот то уже вещественность месте прямо так как в стандарте в том будет работать 10 раз медленно вот такие дела вот еще одна важная вещь в паскале это разделение это передача параметров по ссылке вот в отличие от си где вся передача параметра и И вообще все связывание делается чисто на, все олигирование делается чисто на номинативно по адресу. В Pascal есть способ передачи параметров по ссылке, то есть связывание такое же, как в функциональных всяких парадигмах, когда мы говорим, что вот это та же самая переменная, та же самая, вот то, что мы модифицируем внутри нашей процедуры, это та же самая переменная, которая была вызывающая ее, вызывающая ее namespace. И внезапное разделение на функции процедуры, видимо нужной для какой-то теории, мне сейчас уже окончательно недоступной, но тем не менее, что вот функции не должны модифицировать переменные, которые в них передаются, а процедуры могут. Вот. Есть еще всякая глупость, связанная там, как, значит, что файл был, поначалу в Pascal мыслился, как такой специальный тип данных последовательный, ну, в общем. Осталось буквально 5 минут, я немножко, ну, я знаю, я вас на 5 минут задержу, извините. Значит, особенности C, ну, главная фишка C, это очень вольный синтаксис, например, присваивание, это такая операция арифметическая, можно написать A равно B равно C, и потом, вы можете даже в передаче параметров функции сделать это присваивание, и потом думать, кто когда присвоился, в какой момент, вот, примерно C мы уже видели. В отличие от Pascal, адрес арифметики, мало того, что указатель в C четко декларируется как адрес, в C реализована так называемая адресная арифметика, вы можете адреса складывать, вычитать, вот, и так далее. Причем там сделано некоторое такое вот важное подспорье программисту, когда вы вычитаете два адреса, у вас получается между ними разность не в байтах, а в единицах тех данных, на которые ссылается ваш адрес. То есть вы вычитаете указатель на индекс, указатель на индекс соседней клеточки, получаете единицу. Указатель на там double float, указатель на double float соседнего элемента double float в массиве, получаете тоже единицы, несмотря на то, что они в 4 раза различаются по объему. Вот. В C довольно много всяких синтаксических штук, которые ориентированы на то, что такие штуки у вас будут в процессоре. Типичный пример это инкременция, автоинкременция, автодекременция, плюс-плюс знаменитый. Вот. Но в силу того, что C это такой транслятор, в том смысле, что он берет код и просто превращает его в ассемблер, синтаксический анализатор C довольно забавная вещь. Вот. Вот, например, так можно написать, это валидный код на C. Обратите внимание, что мы открыли свитч, и в него внутрь перемешали содержимое свитча с циклом do-while. Не буду сейчас объяснять, как это работает. Попробуйте в это вкурить самостоятельно. Это работает. И даже известно, зачем применяется. Написано в Википедии. Вот. Но показывает, насколько синтаксис C может быть вот таким. Если вы не верите мне в том, что синтаксис C может быть вот таким, зайдите вот сюда. Это сайт, это международные соревнования по написанию нечитаемого кода на C. Вот. Вот, собственно, результаты соревнований. Можете с ними ознакомиться. Я, на самом деле, наверное, покажу вам самый любимый мой пример. Вот мой любимый пример программы, которая вычисляет число пи на C. Правда, круто? Ну, там в УСЦ еще много всякого такого. Ну, в отличие от Паскаля, который, в общем-то, скорее всего, мертвый язык. В том смысле, что на нем не пишут. Ударился в дикое разнообразие диалектов, несовместимых друг с другом. Стандарт Паскаля, мне кажется, даже до конца не реализован. C активно поддерживается, развивается, принимаются новые стандарты. Ну, в общем, это как бы живой язык. Вот. Значит, в обоих языках очень архаичная модель памяти. Которая, вообще говоря, несмотря на всю свою высокую верность, в Паскале модель памяти такая же, как все. Вы должны создавать ссылку, удалять ссылку. И вообще-то, говорят, заявление, что это не адрес, не адрес, а что-то другое, оно беспочвенно, потому что, на самом деле, это, конечно, адрес. Вот. Когда пытались развивать Паскаль, делать всякие продолжения, делать обжиг Паскаль, там, и все это ищут, и так дальше, и так дальше, разумеется, попытка развивать язык, не меняя базовый язык, это всегда обречена на провал, поэтому, к сожалению, вот все эти продолжения Паскаля, вот, даже Дельфи, который одно время был популярен, это все, в общем, штука, завязанная на легосе самого Паскаля, да. Вот. Кроме того, все-таки тип данных в Паскале тоже достаточно архаичный, и все эти инты, вот, в таком месте. Меня тут спрашивают, побьет ли ГО по популярности, популярность Си, не знаю, тут еще Раст широкими шагами приближается. Мне кажется, что, ну, да, что вот, что, у Раста даже больше шансов, потому что ГО все-таки про другое. Хотя, вот, кто-то там говорил, что ГО очень похож. Не помню кто. Не важно, мне кажется, что ГО немножко все-таки про другое. Вот. Главный недостаток Си, это его реально низкая читаемость. Читаемость не в плане, там, некрасиво выглядит код, хотя и это тоже. Но речь идет еще о том, что вы, когда читаете, вы понимаете, что происходит или нет. У Андрея Викторовича Стреллеровова, который читал вот этот курс до нас, есть прям большой пласт гневной Филиппки против Си, против так называемых побочных эффектов, оградить от которых, собственно, и пытается дисциплина, которая говорит, что функции там, значит, в Паскале не имеют права изменять перемены, нельзя в них передавать по ссылке модифицируемого объекта, а, значит, процедуры можно. Но, значит, я полностью с Андреем Викторовичем согласен, я только не согласен, что это недостаток. Это, скорее, такая проблематика, которая в очень многих случаях запутывает происходящее. Если ты умеешь владеть этим происходящим, то это хорошо, а если не умеешь, то учиться будет тяжело. Общий вывод. Как ни странно, Паскаль – это высокоуровневый язык. Как во всех возможных случаях на временах конец 60-х, начало 70-х, был соблюден должный уровень абстракции от вычислительной модели. К сожалению, он не соблюден вот в тех местах, про которые я говорил. Значит, непонятная, вернее так, уязвимая модель памяти, да, и все-таки притянутые к аппаратной архитектуре встроенные типы данных. Вот. Си – однозначно низкоуровневый язык. Если вы не знаете ту архитектуру, под которую программируете на Си, лучше даже не начинаете это делать, или, по крайней мере, делаете это с дикой осторожностью, огораживая себя всевозможными огородами. Что у нас происходит в современности? Вот те самые 5 минут, которые я обещал зажрать. Если вы посмотрите на рекомендуемые мною языки программирования, то вы увидите, что первым делом современные тенденции говорят о том, что у них сильно-сильно усложнился синтексис. Реально, современные императивные процедурные языки программирования очень много стали рассчитывать на то, что вы будете... Окей, работает. Вы будете знать все эти ключевые слова. Их, правда, много. Вот. О, видали? Это одни только типы в языке программирования ЗИГ. Вот. Что еще бывает в современных языках? Более безопасная модель памяти. То есть, ситуация, когда вам запрещено по некоторым причинам вообще самостоятельно контролировать объекты, их заведения, их удаления, а это за вас делает робот. Она может сосуществовать с основной моделью, как это сделано в Расте, опасный-безопасный код. Она может быть четко вытеснена в сторону защищенной модели. Там есть свои косяки, потому что всякие кольцевые структуры, ссылающиеся сами на себя и так дальше. Но точно в современных языках почти во всех модель памяти более безопасная или есть способ работы с безопасной моделью памяти. Вот. Почти во все языки включаются всякие удобные инструменты из других парадигм, в первую очередь функциональщина всякая. Вот. Очень много почему-то вот в том же ZIGI, NIMI и RASTE проделанной работы для того, чтобы внедрить прямо в язык логику периода компиляции. Что такое логика периода компиляции? Это некоторый более мощный аналог при процессорах C. Вот в C вы обрабатываете сначала код каким-то при процессором, который что-то там заранее делает. И там даже есть какие-то условные операторы. В случае, если что-то определено, то делать то, а если не определено, то то. Вот. В современных языках это стараются внедрить прямо в синтаксис языка программирования, чтобы не надо было внешний инструмент использовать. Вот. Есть даже какие-то логика периода, переменные периоды компиляции. Вот. И там, и сям. В общем, идея, что после компиляции код получается не такой, как, ну, в смысле, из него выбрасываются или логика кода модифицируется вот за счет вот этой вот логики периода компиляции. Я не знаю, есть ли там циклы, возможно, даже циклы есть. Вот. Интроспекция и рефлексия. В первую очередь это связано с тем, чтобы уметь определить тип, прямо в программе определить тип данных, которые тебе приехали. Вот. Или у функции спросить, какие, какого типа данных ей можно передавать. Да. Даже в случае строгой типизации вы можете написать алгоритм таким образом, что ваша функция сначала получит данные любого типа, а потом их проверит. Ну, правда, это не строгая уже типизация, я собрал. Ну, короче, не важно. Важно то, что как только у вас возникает необходимость как-то из самой, изнутри самой программы поизучать структуру объекта, у вас возникает необходимость в интроспекции, а когда у вас нужно поизучать, как это сказать, проверить, а что там у функции на самом деле, какие у нее типы данных, сколько их и так далее, возникает необходимость в рефлексии. Вот. Ну, и, конечно же, главная фишка это, что вот это изобретение номинации переменных через точку, которая, собственно, и есть инкапсуляция, да, во всех языках программирования, даже в отсутствии какой бы то ни было объектной модели. Ведь инкапсуляция это только про пространство имен. Да. Так вот, даже в отсутствии объектной модели в современных языках программирования очень часто для того, чтобы простроить вместо одного большого пространства имен иерархия, используется эта самая инкапсуляция. Вот. Ну, и всякие мелочи типа ну, тут не написано. Ну, допустим, в ZIG есть такая волшебная штука, у вас бывают функции, может возвращать результат, а может возвращать ошибку. И это не там исключение, которое куда-то кидается, а именно вот такой вот статус. И вы можете это проверить, не равно ли оно ошибке, то, что оно вернуло. Ну, такую вот интересную идею. Вот. Значит, я так уже выжрал, выжрал, значит, выжрал у вас лишние пять минут. Значит, смотрите, общий, общий, как бы, вывод. Императивные языки программирования это то, на чем мы думаем, так сказать, с рождения, потому что это более естественный способ выражения простых действий. Заключается в последовательном выполнении действий и обмазывании этих действий условиями. Мы так привыкли взаимодействовать с окружающим миром. Вокруг нас есть предметы, которые мы демофицируем, которые не исчезают. Вы, значит, ставите для себя условия, которые вы проверяете на этих приметах и так далее. В большинстве других парадигм в принципе все устроено по-другому. Меня Евгений спрашивает про запись на спецкурс. На данный курс, это курс в кафедре алгоритмических языков, называется парадигмы программирования. Мне кажется, это кафедральный курс, на который записывают кафедры. Я не знаю, как это делается. Я читаю два курса из... Две лекции из трех. Вот. К сожалению, я не... Дальше вся работа идет уже сотрудниками кафедры. Я до конца семестра устраняюсь от этих лекций. Я поговорю, есть ли возможность лекции выкладывать их. Но в прошлом году такого возможности не было. Что касается, Евгений, записи на другие спецкурсы, посмотрите, пожалуйста, на страничку этих спецкурсов. Там все... Значит, про спецкурс по Линуксу все уже написано. Спецкурс про Питон расскажу сегодня вечером. Сегодня вечером расскажу. Там есть одна... Одна штука, которую я не... Ну, короче, запись на спецкурс по Питону, она осуществляется с помощью регистрации на e-judge. E-judge сегодня с утра еще висел. Вот. Хорошо. Значит, извините, пожалуйста, все остальные. У меня пошли какие-то вопросы, не связанные с сегодняшней лекцией. Я с вами в этом курсе прощаюсь до конца семестра. В конце семестра поговорим про макро языки. Вот. Это, кстати, будет для меня новая лекция. Собственно, если нет вопросов по этой теме, то, видимо, все. Ага, меня тут уже начинают опять благодарить. Спасибо вам тоже за лестные отзывы. Но если вопросов нет, тогда давайте мы на этом и остановимся. Всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok